Андрей Викторович, Ваше предприятие отвечает за уборку и содержание территории города. Скажите, пожалуйста, какие виды работ в настоящее время самые актуальные? Основная сейчас задача, поставленная нам главой, это привести город в идеальное образцовое состояние. Чистые улицы, чистые дворы, чистые дворы от заброшенных автомобилей. Основное направление это борьба с недобросовестными собственниками транспортных средств, которые устанавливают свои транспортные средства на газонах нашего города. Ссылаясь, конечно, к отсутствию парковочного пространства, что не оправдывает их действия. В рамках, скажу, именно сейчас поручения главы, очень активную позицию сейчас занимает административно-техническая инспекция, с которой мы совместно проводим мероприятие по эвакуации транспорта, по выставлению штрафов. Также ведется предупредительная работа. Есть какие-то места в городе локальные, где постоянно паркуются жители на газонах? Ну, в каждом микрорайоне это есть, да, мы не говорим, что, да, можно сказать, что только Павшинской поме. Также это есть и в райцентре, также есть и на Успенской. Мы все сейчас в такое время, когда люди имеют и по два, по три автомобиля, да, но если брать старый город, это застройка старая, она не рассчитана была, что будет такое большое количество транспорта. Если мы хотим все закатать в парковке, мы тогда оставим себе следующий вопрос, давайте вернем нам деревья, давайте нам вернем газоны. Здесь надо исходить уже из этого. Какие самые проблемные участки города? Проблема-то есть по всему городу, да, что его надо вычистить, но, допустим, мы начинаем, наводим порядок, да, на следующий день у нас на том же месте появляется груда Навального бытового мусора. Но тоже работа ведется, сейчас в настоящее время у нас есть такое мероприятие засада, то есть это будет проводиться, она уже была, уже, как говорится, люди свои, кто попался, понесли наказание. Вот эта работа продолжаться будет, то есть не должно такого быть в городе. Это наш город, он должен быть чистым. Но управляющие компании очень сейчас хорошо заняли позицию, они идут на встречу, соответственно, им не стараются. То есть начинают убирать даже бесхозные? Они убирают, они помогают, они молодцы, как бы это очень, ну, хотелось бы даже выделить, то есть, поэтому понимание с их стороны есть. И, в принципе, где-то с нас, ну, мы стараемся также где-то с ихами подряд, обязательно тоже помогать. У нас планируется высока деревьев, да, ну, не в том, конечно, конечно, хотелось в огромных объемах, да, но в процентном соотношении мы выделим, посадим, где более всего целесообразно. Также в самом городу высадка будет проводиться. Это не в рамках Лес Победы, да. Ну, практически да, территорию, мы ее объехали, посмотрели, но каждый раз у нас все это, как бы, это переигрывается, потому что где-то, опять же, жители приходят, да, реально лучше посадить вот в том месте дерево, чем, допустим, где мы думали, потому что это их мнение, они давно там живут. Вместе с высадкой деревьев уже, наверное, готовятся клумбы к высадке однолетних растений, да, в городе? Ну, здесь у нас все точки уже определены, где основные места клумбы, во-первых, они у нас есть постоянно, которые будут обозначены, а в то же время сейчас именно принято решение, где в основных точках притяжения, где будут посажены новые клумбы, они будут по-своему украшены, чтобы это радовало глаз, и чтобы это было видно, что вот, ну, что это Красногорск, да, планируется озеленение на столбах, на освещение. Такого у нас еще не было. Да, задумка красивая, хорошая, то есть, как бы, она будет реализована. Есть проект? Есть, как сказать, направление, тенденции, то есть, эскизные проекты, то есть, направление отработано, согласовывалось, то есть, как бы, ну, будет красиво. Раз уж заговорили о будущем, давайте о планах по благоустройству на этот год. Комплексное благоустройство дворовых территорий у нас будет продолжаться? Да, эта программа продолжается. 10% дворов у нас должно проводиться в городе. Техническую документацию мы с МЕТА подготовили. Уже она находится в стадии расторговки, так мы назовем, да, то есть, она уже передана в соответствующую организацию. Вот, сейчас идут, проходят согласования, все в графике. В каких местах в этом году красногорцы откроют пляжный сезон? Мы проехали с Радим Фаридовичем две недели назад, территории осмотрели, возможно, какие-то, ну, исторические, сложившиеся места купания в городе Красногорск. И определены два места. Это военный городок Павшино, набережная Москва-реки, и река Банька. Это старая плотина, которая, в принципе, сейчас, ну, не в приглядном виде, для чего принято решение полной расчистки данных территорий, да, она уже заметна по военному городку Павшино. В понедельник у нас приступают уже к конкретной расчистке реки Баньки, да, я имею в виду не самой водной глади, а именно территории, чтобы как можно больше туда уместить желающих отдыхать. Андрей Викторович, как считаете, сможете реализовать планы в установленные сроки? Ну, планы будут все реализованы, но даже мы всегда все равно понимаем, что данная ситуация в городе, она складывалась не за месяц, не за зиму, а за годами. То есть, как бы это велась, но вот в данном подходе, да, мы прекрасно понимаем, мы сделаем все, и возможно, и невозможно, а то, что уже где-то не бросается взгляду, мы, естественно, завершим в любом случае, как бы можно, кратчайшие сроки, чтобы дальше просто поддерживать. Для чего, в принципе, и, наверное, будет еще и вестись, наверное, социально должна вестись работа, информационная, потому что, ну, надо как-то нам всем повернуться к городу, не только администрации, не только подрядчикам, наверное, и жителям в том числе, потому что мы все жители этого города. Поэтому, наверное, давайте вместе делаем чистый город, выходите, давайте что-то делать вместе. Вот 22-ое число у нас еще будет, суббота 29-го выйти и нормально навести.